Здравствуйте! Лекция 5. Базовые технологии локальных сетей. Локальные и глобальные сети. Локальные вычислительные сети. Это высокоскоростные сети с малым количеством ошибок, которые охватывают небольшие географические пространства, до нескольких тысяч метров. Локальные вычислительные сети объединяют рабочие станции, терминалы и периферийные устройства в одном здании или другой пространстве на ограниченной области. Локальные сети обеспечивают множество подключенных настольных устройств, обычно ПК, доступ к среде передачи данных с высокой пропускной способностью. К устройствам локальной сети относятся следующие устройства. Мосты. Подключают сегменты локальной сети и помогают фильтровать трафик. Концентраторы. Концентрируют соединение локальной сети и позволяют использовать в качестве среды передачи данных витую пару. Коммутаторы Ethernet. Обеспечивают сегментом и настольным системам полнодуплексную связь и выделенную полосу пропускания. Маршрутизаторы. Обеспечивают большое количество сервисов, включая организацию взаимодействия сетей и управление широковещанием. Наиболее распространенными технологиями локальной вычислительной сети являются Ethernet, FDDI и Token Ring, которые применяются практически во всех существующих локальных сетях, представленные на рисунке 5.1. Стандарты локальных сетей определяют вид кабельных систем и сигналы на физическом и канальном уровнях эталонной модели ОСИ. Ethernet был разработан исследовательским центром корпораций XERX в Пало-Альто в 1970 году и является на сегодняшний день наиболее популярным стандартом. Миллионы устройств и узлов подключены к сетям, использующим Ethernet. Первым локальным сетям требовалась очень небольшая пропускная способность для выполнения простых сетевых задач, существовавших в то время. Отправка от приема электронной почты, передача файлов данных и обработка заданий по выводу на печать. Сети Ethernet используются для транспортировки данных между различными устройствами-компьютерами, принтерами и файл-серверами. Технология Ethernet дает возможность устройствам коллективно пользоваться одними и теми же ресурсами, то есть все устройства могут пользоваться одной средой доставки. Средой доставки называется метод передачи и приема данных. Например, рукописное письмо может быть поставлено с использованием различных способов доставки. Через почтовую службу, через курьерскую службу, доставки в Федерал Экспресс или по факсу. Электронные данные могут передаваться по медному кабелю, по тонкому или толстому кооксильному кабелю, по беспроводным линиям связи и т.д. Локально-вычислительные сети и физический уровень Ethernet хорошо подходит для приложений, когда локальные коммуникации должны выдерживать возникающие высокие нагрузки на пиковых скоростях передачи данных. Стандарты Ethernet и IEE 802.3 определяют локальные сети с шинной топологией, работающую в монополосном режиме со скоростью передачи 10 Мбит в секунду. Такие локальные вычислительные сети называют TENBASE, представлены на рисунке 5.2. TENBASE2 известен как тонкий Ethernet, допускает протяженность сетевых сегментов на кооксильном кабеле до 185 метров. TENBASE5 известен как толстый Ethernet, допускает протяженность сетевых сегментов на кооксильном кабеле до 500 метров. TENBASE-T использует для передачи кадров недорогой кабель на основе витой пары. На рисунке 5.2 сеть может объединять в себе различные типы доступа, задаваемые стандартом Ethernet 802.3. Стандарты TENBASE5 и TENBASE2 обеспечивают доступ к нескольким станциям в одном сегменте локальных вычислительных сетей. Станция подключается к сегменту с помощью кабеля, который одним концом соединяется с интерфейсом блока подключения, Attachment Unit Interface, на станции, а другим с трансивером, подключаемым к кооксильному кабелю Ethernet. Трансивер еще называет устройством подключения к среде передачи данных – Media Attachment Unit. Поскольку стандарт TENBASE10T обеспечивает доступ только для одной станции, то в локальных сетях на базе TENBASE-T станция почти всегда подключается к концентратору или сетевому коммутатору. При подобной конфигурации принято считать, что концентратор или сетевой коммутатор относится к тому же сегменту, что и подключены к нему станции. Как работает сеть Ethernet 802.3 Канальные уровни протоколов Ethernet и 802.3 обеспечивают транспортировку данных по физическому каналу, непосредственно соединяющему два соединенных устройства. В сети Ethernet данные, посылаемые одним условным, проходят через весь сегмент. По мере движения данные принимаются и анализируются каждым углом. Когда сигнал достигает конца сегмента, он получается специальным оконечным элементом. Это необходимо для того, чтобы предотвратить движение сигнала в обратном направлении. В каждый отдельный момент времени в локальной сети возможна только одна передача. Например, в сети линейной шинной топологии пакет данных передается от станции А к станции Д. Представим на рисунке 5.3. Этот пакет принимается всеми станциями. Станция Д распространяет свой адрес и обрабатывает кадр. Станции Б и С не распознают свои MAC-адреса и игнорируют кадр. Технология Ethernet является технологией коллективного использования среды передачи данных. Это означает, что все устройства в сети должны следить за передачами в сети и конкурировать или договариваться о возможности или праве на передачу. Это также означает, что в один и тот же момент времени в сети возможна только одна передача. Имеется некоторое сходство между движением данных в сети и движением, которое происходит на автостраде, где водители и их автомобили и устройства договариваются об использовании автострады носителей, применяя при этом сигналы поворота, скорость и т.д., чтобы перевозить, передавать пассажиров данные из одного места в другое. Если более чем один узел пытается осуществить передачу, имеет место конфликт. Вследствие этого данные от разных устройств сталкиваются между собой и повреждаются. Если устройство обнаруживает, что имеет место конфликт, то его сетевой адаптер выдает сигнал повторной передачи с задержкой. Однако, если трафик в сети очень напряженный, повторные конфликты приводят к повторным передачам задержки, что вызывает значительное замедление работы сети. Сегодня термин «стандартный Ethernet» чаще всего применяется для описания всех локальных вычислительных сетей, использующих технологию Ethernet, технологию коллективного использования среды передачи данных, которая в общем случае удовлетворяет требованиям спецификации Ethernet, включая спецификации стандарта AEWE802.3. Чтобы использовать принцип коллективной работы со средой передачи данных, в Ethernet применяется протокол множественного доступа с контролером, несущим и обнаружением конфликтов. CSMACD Использование протокола CSMACD позволяет устройствам договариваться о правах на передачу. CSMACD CSMACD является методом доступа, который позволяет только одной станции осуществлять передачу в среде коллективного использования. Задачей стандарта Ethernet является обеспечение качественного сервиса доставки данных. Не все устройства могут осуществлять передачу на равных правах в течение всего времени, поскольку это может привести к возникновению конфликтов. Однако стандарты сети Ethernet, использующие протокол CSMACD, учитывают все запросы на передачу и определяют, какие устройства могут передавать в данный момент и в какой последовательности смогут осуществлять передачу все остальные устройства, чтобы все не получали адекватное обслуживание. Перед отправкой данных узел прослушивает сеть, чтобы определить, можно ли осуществлять передачу, или сейчас сеть занята. Если в данный момент сеть никем не используется, узел осуществляет передачу. Если сеть занята, узел переходит в режим ожидания. Возникновение конфликтов возможно в том случае, если два узла, прослушивая сеть, обнаруживают, что она свободна и одновременно начинают передачу. В этом случае возникает конфликт. Данные повреждаются, и узлам необходимо повторно передавать данные позже. Алгоритм задержки определяет, когда конфликтирующие узлы могут осуществлять повторную передачу. Метод CSMI CD работает следующим образом. Если узел хочет осуществить передачу, он проверяет сеть на предмет того, не передает ли в данный момент другое устройство. Если сеть свободна, узел начинает процесс передачи. Пока идет передача, узел контролирует сеть, удостоверяясь, что в этот момент времени не передает никакая другая станция. Два узла могут начать передачу почти одновременно. Если обнаружишь, что сеть свободна, в этом случае возникает конфликт, что показано на рисунке 5.4. Глобальные сети. Глобальные сети работают за пределами географических возможностей локальных вычислительных сетей, используя последовательные соединения различных типов для обеспечения связи в пределах значительных географических областей. Доступ к глобальным сетям обеспечивают региональные операторы, такие как Sprint и MSI. Операторы могут предоставлять круглосуточное или временное подключение к сети, а также доступ через последовательные интерфейсы, работающие с различными скоростями. Устройство глобальных сетей. По определению, глобальные сети объединяют устройства, расположенные на большом удалении друг от друга. К устройствам глобальных сетей относятся следующие. Маршрутизаторы, обеспечивающие большое количество сервисов, включая организацию межсетевого взаимодействия, и интерфейсные порты One. Коммутаторы, которые подключают полосу для передачи голосовых сообщений, данных и видео. Модемы, которые служат интерфейсом для голосовых сервисов. Устройства управления канала, цифровые сервисные устройства. Терминальные адаптеры и оконечные сетевые устройства, которые служат интерфейсом для служб цифровой сети с интеграцией услуг, ICDM. Коммуникационные серверы, которые концентрируют входящие и исходящие пользовательские соединения по коммутируемым каналам связи. Стандарты глобальных сетей. Определением, разработкой и внедрением стандартов в области глобальных сетей занимаются следующие организации. Международный телекоммуникационный союз International Telecommunication Union, ранний международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии. Международная организация по стандартизации, ИСО, рабочая группа по инженерным проблемам, Internet Engineering Task Force, Ассоциация электронной промышленности, Electronic Industries Association. Глобальные сети и физический уровень. Физический уровень WAN описывает интерфейс между терминальным оборудованием, Data Terminal Equipment, DTE и оборудованием передачи данных, Data Communications Equipment. К терминальному оборудованию относятся устройства, которые входят в интерфейс пользователей сети со стороны пользователя и играют роль отправителя данных, получателя данных, или и того, и того вместе. Устройство Data Communications Equipment обеспечивает физическое подключение к сети, пропуск трафика и задание тактовых сигналов, для синхронизации обмена данными между устройствами. ДСЕ и ДТЕ. Обычно устройство Data Communication Equipment расположено у сервиса провайдера, а Data Terminal Equipment – подключаемое устройство. Глобальные сети и канальный уровень. Существует несколько методов канальной инкапсуляции, связанных с линиями синхронной последовательной передачи данных. HDLS – High Level Data Link Control. Высокоуровневый протокол управления каналом. Frame Relay – Point-to-Point Protocol. Протокол связи точка-точка. ASDN. HDLS – добитого ориентированный протокол, разработанный Международной Организацией по стандартизации – ISO. HDLS описывает метод инкапсуляции в каналах синхронной последовательности связи с использованием символов кадров и контрольных сумм. HDLS является ISO-стандартом, реализация которого различными поставщиками могут быть несовместимы между собой по причине различий в способах его реализации, и поэтому этот стандарт не является общепринятым для глобальных сетей. Протокол HDLS поддерживает как двухточечную, так и многоточечную конфигурацию. Протокол Frame Relay предусматривает использование высококачественного цифрового оборудования. Используя упрощенный механизм формирования кадров без коррекции ошибок, Frame Relay может отправлять информацию канального уровня намного быстрее, чем другие протоколы глобальных сетей. Frame Relay является стандартным протоколом канального уровня при организации связи по коммутируемым каналам, позволяющим работать сразу с несколькими виртуальными каналами, в которых используется инкапсуляция по методу HDLS. Frame Relay является более эффективным протоколом, чем протокол X25, для замены которого он был разработан. Протокол Point-to-Point обеспечивает соединение маршрутизаторов и хост-сеть как по синхронным, так и по синхронным каналам. Point-to-Point протокол содержит поле типа протокола для идентификации протокола сетевого уровня. SDN является набором цифровых сервисов для передачи голоса и данных. Разработанный телефонными компаниями, этот протокол позволяет передавать по телефонным сетям данные, голосу и другие виды трафика.